В Москве прошло традиционное соревнование на классических автомобилях ГУМ-Авторалли. В этом году мероприятие приурочили к двум важным юбилеям Волжского автозавода – 50-летию седана ВАЗ-2101 и спортивного подразделения «Лада Спорт». В этом году мы отмечаем 50-летие образования спортивного подразделения, которое с самого начала рождения первого автомобиля начало продвигать первые автомобили, новый советский бренд «Лада» за рубежом. И с помощью автомобильного спорта, ну, собственно, как делали и делают, продолжают делать, я уверен, и впредь будут делать, все мировые автопроизводители. На старт вышли 100 экипажей – тольяттинские копейки, двойки, тройки и шестерки 70-х годов выпуска. Особый восторг публики вызвали автомобили, когда-то служившие в ГАИ. Таких экземпляров в гонке было несколько. Участникам ралли предстояло преодолеть маршрут протяженностью 80 километров, пролегающий по самым живописным местам столицы. Отправной точкой, как и всегда, стал Васильевский спуск, а финишировали автомобили в музее декоративно-прикладного и народного искусства. Сегодня очень много было позитива, обратной связи от москвичей. Все нам махали, показывали то, что это суперклассно. Многие, я думаю, вспомнили то, что когда-то начинали с детьми, с родителями. Маршрут соревнования до последнего держался в строжайшем секрете. С ним пилоты и штурманы ознакомились лишь после получения дорожной книги. И хотя ГУМ авторалли является любительской гонкой, в которой может принять участие любой желающий, организаторы предложили максимум усилий, чтобы составить интересную и непростую легенду. Отличное соревнование, очень хорошее, очень сложное, будем говорить, очень сложное. Центр города, скоростные участки там на перекрестках, на светофорах, то есть очень много времени теряешь, конечно. Ну а так вообще очень интересно. Погода была прекрасна. На самом деле трасса была интересная и компания чудесная. Организация очень хорошая. Да, организация прекрасная. Ну, в принципе, как всегда. Нам все очень понравилось. Спасибо. Добавим, что первые шесть седанов ВАЗ-2101 сошли с конвейера 19 апреля 1970 года. Два автомобиля окрасили в синий цвет, четыре – в вишневый. Такие оттенки выбрали не случайно. Они символизировали флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Продолжение следует...